Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский, и это моя рецензия на Бегущий по лезвию 2049. Прежде всего, фильм мне понравился. Понравился только мне, из всей компании, которая ходила на этот фильм. Я даже понимаю, почему так много людей не оценило, скажем так, ремейк... Не ремейк, а как это сказать, это прям полноценный концептуальный сиквел от Дэнни Вильнева, потому что, во-первых, не все смотрели оригинал Бегущего по лезвию, я сам смотрел еще на VHS-кассетах, по-моему, этот фильм был, поэтому, сами понимаете, сколько мне тогда было лет, и... Ну, я как-то вообще очень плохо понял всю эту идею, для меня это был просто очередной такой мрачный фильм, который можно посмотреть и потом Симпсона записать с Рэн Ти Ви на эту видеокассету. Ставь лайк, если так делал и получал пизды от Бати. Я пересмотрел фильм незадолго до похода в кинотеатр, причем посмотрел в версии Final Cut. Я слышал, что это самая, типа, каноничная, правильная версия, потому что в режиссерской версии Ридли Скотт наворотил... Короче, он очень хотел сделать, чтобы вот этот вот Декард оказывался, типа, сам репликантом в конце. Но против этого был Харрисон Форд, потому что он, видимо, читал оригинал этого Филиппа Кадика, и такой, ты чё, типа, дебил? Тут нахуй мораль, что, бля, репликанты, они человечнее, блядь, людей. А ты хочешь его тоже сделать репликантом? Какая мораль тогда? Репликанты человечнее репликантов? Но Ридли всё равно как-то так перемонтировал, добавил там Харрисону Форду блеск в глазах, вставил какие-то сны с единорогом, типа. Ну, в общем, полная хуйня, если будете смотреть, смотрите Final Cut. Это ближе к идее, скажем так, автора, который написал книгу, по которой вся эта хуйня. Да и вообще, как-то, блядь, ну, без дебильного вот этого твиста, сюжет цельный и вполне себе такой интересный. В общем, посмотрев ещё раз фильм, отправился на Бегущий по лезвию 2049, приятно поразило количество каких-то, знаете, не то что отсылок, а вот как-то, вот в первой части возникали какие-то вопросы, типа, а почему вот так, а почему вот так? И во второй нам максимально стараются показать, почему же всё вот так. Даже существует ещё три каких-то короткометражки по 10 минут где-то, где ещё подробнее описывается вот то, что происходило между двумя фильмами. Но я вам хочу сказать, друзья, несмотря на то, что мне понравилось, и я типа, ну, вроде как, угораю теперь, можно сказать, по всей этой вселенной Бегущего по лезвию, я короткометражек не смотрел, потому что и фильм сам по себе длится 3 часа. Ебать копать, друзья. Ну там 2.45 или что-то такое, 2.50, сейчас даже... У меня тут где-то записано было. Да, 2.45, короче, но это очень долгий фильм. Там очень красивые, крутые сцены, но я бы так сказал, что где-то треть, может быть, даже половина из них, она, в принципе, вообще не нужна. Это можно было приберечь для какой-нибудь суперрежиссёрской версии или вот этого Final Cut, потому что, ну я-то глянул Бегущего по лезвию, да? Друганы, которые со мной ходили, они не читали, не смотрели, ну просто на крутой фильм шли какой-то, который все пиарили, и им, соответственно, совсем не понравилось, потому что вот эта вот динамика такая вялая потихоньку, когда чувак может идти и просто вот так вот оглянуться на этот город огромный, блядь, и он вот нам его показывает полминуты, она сохранилась из оригинала. Вот в Бегущем по лезвию, типа, точно такие же приёмы были использованы, но другое дело, что фильм тот был снят совсем в другое время, и у него стояли совсем другие цели. Сейчас, когда в первую очередь кино работает на прокат, нужно, как мне кажется, думать о людях в кинотеатрах, которые этот прокат обеспечивают. И три часа, это, ну пиздец, ребята, если какая-нибудь, блядь, группа выступает три часа, или, я не знаю, спектакль, или... Всегда есть антракт. Это не для того, чтобы я поссать сходил. Я и так схожу поссать, мне похуй, пропущу какую-нибудь сцену, но не будешь я, блядь, сидеть себе мочевой пузырь растягивать, как бабушка говорила. В общем, типа, нужно подумать просто, чтобы человек мог немного отдохнуть от восприятия, когда на него вываливаешь столько пиздатых, пусть пиздата снятых, красивых, очень таких интересных образов, если это всё продолжается три часа, под конец человек уже, ну не может как-то это, блядь, ну, воспринимать нормально, да? То есть есть какие-то ситуации, когда и я сам не проще, если там режиссёрскую версию «Властелина колес», там все три части, семь часов там, ну, может быть, есть такое настроение у кого-то, да? Но кино — это обычное кино. Такое лёгкое наслаждение кинематографом, премьерами, попкорном, я не знаю, начос, что хотите, блядь, добавляйте в этот список. Но три часа — это мучительно. Притом, повторюсь, мне было интересно. То есть не то, что как «Интерстеллар», где я заснул, ёпта, мне было интересно. Но это никакие вот временные рамки, это никакой критики эти временные рамки не выдерживают, блядь. За два часа сорок пять минут успеваешь вообще. Причём за это время нам дают, считайте, как два полноценных твиста, то есть, как знаете, три акта, а тут ещё четвёртый акт, типа дополнительный, типа такой, оп, нам ещё разок, типа вертят. И в принципе, может быть, этим как-то оправданным увеличением хронометража. Но пиздец, я говорю, невозможно воспринимать. Невозможно. Все эти сцены по отдельности, если их на YouTube залить, где вот он, например, общается со своей вот этой женой, типа виртуальной. Кстати, у Райана Гослинга кибержена. Кто в это поверит, блядь? Это же Райан Гослинг. Он любую бабу мог бы и в 2049-м, даже если бы был, ну, как настоящий Райан Гослинг будет в 2049-м склеить. Ну, вот эта кибернетическая баба, типа на афише, нам как бы показывают уже в конце это. Раскрывая, как бы, отношения между, когда она обращается к нему, так тянется. Очень крутая сцена, блядь, вообще, нахуй, 10 из 10, 12 из 10. Но, блядь, она такая длинная, и она, в принципе, никак не толкает сюжет вперёд. Ой, вот, блядь, говорят, что иногда монтажёры губят какие-то фильмы, типа «Бэтмен против Супермена» или вот такие. Но тут, мне кажется, монтажёры бы могли значительно улучшить восприятие фильма для широкой аудитории. И тут бы у него уже рейтинг был на кинопоиске, там, не 7,8, а, блядь, 9,5 какой-нибудь, потому что это было бы, как новый «Тёмный рыцарь». Блядь, прикол, что люди не засыпали, блядь, на «Тёмных рыцарях», а тут я просто смотрел на зал, на своих друзей, и народ просто, ну, начал отрубаться, сидеть в телефонах, или это, не потому что скучно, а потому что, блядь, невозможно вот 3 часа сидеть не в телефоне, ничего, а прям вот воспринимать картинку. Это хуй знает, это как, блядь, сколько уроков подряд без перемен. Блядь, я, честно говоря, мог бы ещё много про чё поговорить, типа, про актёрскую игру, Джареда Лето, например, который играет главного злодея. Ой, как я не люблю Джареда Лето, я просто, я просто не понимаю. Джаред Лето, это вот, он, он играет, как, я не знаю, как Ник Черников, вот не в обиду, Нику, Ник мой друга, но, типа, я не понимаю, почему люди так дрочат на него, просто из-за того, что у него есть своя группа, которая играет музыку для маленьких девочек, типа, он прям, такой никудышный злодей, и в этот раз ему добавили какого-то, типа, восточного подтекста, ну, знаете, типа, какой-то такой японский скульптор, что-то это, и выглядело так вонючее, я просто не знаю, вот, может быть, это чисто моя хуйня, но я просто, вот, участие Джареда Лето в такой культовой, блядь, франшизе, вместе с такими крутыми чуваками, как Харрисон Форд и Райан Гослинг, блядь, у меня просто прям, вот он богомерзкий, я серьезно говорю, его актерская игра богомерзкая, я за это снижу балл в конце обзора, но, зато можно накинуть балл за Харрисона Форда, не только за его актерскую игру, но и за то, что его появление, и вообще вот эта вся хуйня, она очень органична, и она нужна для сюжета, в общем, это не просто такая хуйня, когда, знаете, нужно засветить какого-то популярного персонажа, там, из первой части, его просто, ну хуй пойми, зачем притаскивают в Кингсмане, втором, вот какой-то чувак воскрес, вообще, ёпта, типа просто воскрес, и все, здесь, он прям нужен для истории, он ключевая часть этой истории, и это круто, потому что, это не, какой-нибудь там ремейк, почти покадровый, как, эээ, мир юрского периода, например, я вам говорил, что ремейк, а вы мне все говорили, ты долбоёб, это не ремейк, это сиквел, там они говорят о событиях первой части, но, блядь, если вы посмотрите сначала парк юрского периода, потом мир юрского периода, вы увидите, что там абсолютно одинаковые силовые сюжетные линии, как это сказать, прям вот, как паровоз идёт, блядь, по рельсам, что там, с бегущим по лезвию, такого нет, это настоящий сиквел, настоящий, заслуживающий просмотра сиквел, который, чей единственный грех, помимо Джареда Лето, это то, что он мог бы быть, ну, хоть чуточку покороче, хоть чуточку, тот фильм, понятно, он стал культовым, он, блядь, может длиться хоть пять часов, знаете, как апокалипсис нау, но, мы-то, блядь, нау, сейчас, нахуй, и сейчас, три часа в кино, это вот, только для очень, больших любителей в кино, любителей кино, нормально, то есть, если вы решаете, пойти, не пойти, и хотите услышать мою оценку, оценка будет, я не знаю, восемь с половиной из десяти, потому что тяжело воспринимать, очень тяжело воспринимать, если вы прям любите легкое кино, как я, как я, то все равно, наверное, сходите, чтобы расширить кругозор, обязательно посмотрите старые, бегущие по лезвию, но, пиздец, это вот прям, вы выйдете оттуда, как после работы, блять, отвечаю нахуй, а просмотр кино, он не должен быть, как работа, если это, конечно, не российские фильмы, и вы не бэткомедиан, ёпта, тогда это определенно работа, но, на сегодня, я думаю, хватит, сказал все, что хотел, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, на мой, вконтач, и жмякните на колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход новых видео, чтобы получать пуш-уведомления, с вами был Юрий Холанский, всего доброго, и до новых встреч.